Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре стартовал обмен душ и сюда, как и ожидалось, добавили очень крутых героев. Давайте пройдемся по этим героям и посмотрим, какие герои достойны внимания, а каких лучше обходить стороной. Ну и, конечно же, обменяем какого-нибудь из этих героев. Здесь есть как минимум два героя, которые мне интересны. Ну и давайте начнем с первого ряда. Герои за 10 дублей. И это Маликна. Очень рандомный герой. На первом своем заряде она делает много всего полезного, но на остальных двух практически ничего толком она и не делает. То есть, сами знаете, как работают в атаке вот эти вот герои рандомные. Да, например, Кадилин и так далее. То есть, когда она в обороне стоит, ну, частенько включается вот этот вот первый ее заряд. Но в атаке чаще будет включаться вот этот второй, либо третий. Стоит ли этот герой 10 дублей? Нет, она, ребят, не стоит ее обменивать. Смысла нету, даже если вам нужен какой-то фиолетовый герой. Дальше идет Ханитра. Это уже более-менее такой интересный герой с быстрой маной. Вешает у вороты. Плюс, когда герой уворачивается, еще им накидывается хп, выводит все это в оверхп. И также у нее очень крутая пассивка, что от усиления ей набрасывается 5% маны. То есть, например, с какими-нибудь ниндзя, который слюда, да, вешает кучу вот этих баф, она будет заряжаться быстрее. Здесь ровно такая же история, как и с прошлым героем. Она очень рандомная. Если она стоит в обороне, да, они часто уклоняются. Но когда вы ее берете в атаку, они там будут чаще пропускать. И у кого этот есть герой прокачанный, ну, многие уже им не играют. То есть, ну, и сейчас вот эти вот суперталанты, да, у регулярок, например, Марьяна в костюме, она может с камней просто убирать вот эти вот вороты. Стоит ли этот герой 10 дублей? Ну, смотрите, ребята. Если раньше между героями за 10 дублей и за 20 была пропасть, то теперь такая же пропасть между героями за 10 и за 15 дублей. То есть, за 10 дублей нет смысла обменивать вот этих героев. Они уже старые, они не будут играть. Даже если у вас появится какой-то из этих новых героев, ну, он никакой, скажем, пользы вам не принесет. И вот кто в прошлый раз, например, не обменивал за 10, ну, подкопили, и сейчас они как минимум могут вообще Людвига выбрать. Так что, ребят, ну, смотрите сами. Из этого списка, ну, она еще более-менее. Дальше идет Григориан. Это вообще очень старый герой месяца. Шотер. У него прикольный навык еще тогда был, что он дает, ну, и сейчас это отличный навык, что дает плюс 30 к критическому удару. Он у меня есть фуловый. Когда-то он на Титанах у меня играл, сейчас вообще не играет. То есть, 10 дублей он не стоит. Рассел также неплохой герой. У него, можно сказать, уникальный навык, что этот особый навык всегда находит цель. То есть, какая-нибудь Кателин, та же Ханитра, когда у них включена у ворот и бастер, он всегда, в общем, наносит урон. И даже если он вроде находится под царем, то он также не промахивается. В принципе, неплохо, но 10 дублей он также не стоит. И следующая Вэла, она есть в призыве судьбы. Не знаю, зачем ее сюда добавили. Неплохой герой также. Но если вы его обмените в призыве судьбы, а здесь смысла нет его обменивать. Хоть и быстрая мана, но маленький прямой урон. Также дот урон где-то в бою будет 256. Отличный навык, что срезает атаку. Враги уже не будут много наносить урона. И в принципе с Морелем и с Лепусом, ну в костюме, она в тройке может играть. Но 10 дублей этот герой не стоит. В общем, ребят, за 10 дублей не обменивайте героя. Лучше подкопить и потом взять нормального героя. И давайте перейдем к героям за 15 дублей. Сразу самый первый здесь. Бэм! Людвиг. Не знаю, как он докатился до этого, что оказался в этом списке еще и за 15 дублей. Но это все, конечно, шутки. Это, ребят, один из самых лучших героев вообще в игре. Именно фановых. То есть таких героев можно отметить всего двух в игре. Это Локи и вот второй это Людвиг. Они больше даже не на какой-то результат, а именно на развлечение и на получение удовольствия от игры. И с этой задачей они справляются на 5 с плюсом. Этот герой просто нереально будет бустить всех остальных ваших. Медленных героев, очень медленных средних, вообще любых быстрых. То есть ставите рядом героя, не знаю, которого вы никогда не брали вообще в набегах. Не знаю, ту же Нур. И она просто начинает каждый ход ультовать. И там вообще все в воробьях. Ну то есть когда бы вы еще, да, брали бы, не знаю, в атаку Нур. Или каких-то, не знаю, других медленных. В общем, какие герои у вас не играли, теперь они у вас будут играть и будут просто ультовать как ни с себя. Или рядом с ним можно поставить двух Альфрик, и они вообще будут втаптывать там вообще всех подряд. В общем, вариации, как его можно играть, с какими героями, ну там просто, не знаю, миллионы. Так что, ребята, чисто для развлечения, для получения удовольствия. Ну это топовый герой, вообще топ-1 в игре вместе с Локи. Ну давайте еще поговорим о его практическом, скажем, применении. Например, смотрите, когда был Кснофоль, да, когда его не пофиксили, он делал Людвига просто средним. То есть он заряжался вместе с Кснофольдом за 9 камней. И у меня вот эта связка играла, она практически на всех режимах. Когда Кснофольда пофиксили, и Людвига уже сложнее заряжать, и теперь он у меня играет только на ОБ, и также стоит в обороне на очень быстрой войне. Сейчас его можно заряжать Гримблом, ну или тем же Кснофольдом, просто это все чуть сложнее происходит. Но этот герой по-прежнему может играть практически на всех режимах игры. Также у него отличная пассивка, что, например, с какой-нибудь Рейной, вот эти свои бафы он может сделать просто неснимаемые. То есть, представляете, Хуфу по неснимаемому вот этим регенам маны. Ну, он вообще просто всю команду за 2 хода разберет и все. Также у этого героя отличный плюс, что вместе с ним можно сделать связку, которая будет проходить карту, например, 5 сезона на сложном уровне, на автобое. То есть я, ну, кому-то может и нравится, там, скажем, в ручном режиме это проходить, но мне это, если честно, не особо заходит. Я, например, ставлю Кснофольда, Людвига и какого-нибудь ударника. У меня Пантера в костюме, ну, можно и другие герои собрать. Ну, и на автобой нажимаешь, и все, и она на всех уровнях сложности, все это проходится. Если, например, Кснофольда нету, но есть герои, которые сейчас в башне Стикса, которые там ману, короче, докидывают, тоже четверка. В общем, связку можно собрать какую-нибудь бюджетную, которая также на автобое, и все это будет проходить. В общем, ребят, этот герой безоговорочный топ в этом списке. Он и принесет кучу положительных эмоций, забустит всех остальных ваших героев. Ну, и также, с практической точки зрения, также забустит ваш аккаунт. Если, например, у вас выбор, кого взять Альфрику, да, на ОБ в центр, либо Людвига, понятно, что Альфрика в центре будет сильнее стоять, она и в атаке будет мощнее. Но Людвиг на центре ровно так же будет очень мощно держать этот центр. Например, если он ультанет, а на ОБ шансов, что он ультанет, очень много. Он повесит сначала таунт, а на рядом стоящих реген маны. То есть, чтобы это все убрать, нужно будет брать два диспела. Одним диспеллом вы снимаете таунт, а другим только реген маны. Если, например, у вас будет только один, скажем, диспелл в команде, ну все. Рядом стоящие герои просто начнут разбирать уже команду. В общем, ребят, это стопроцентный вариант, но его, конечно же, нужно брать. Мы к нему еще вернемся, когда будем общий топ-3, так скажем, в конце подводить. Но сейчас это очень хороший вариант для обмена, так скажем. Дальше идет Кейтлин, отличные герои. Здесь два героя с этого ивента, давайте сразу про пассивки поговорим. Они здесь у нее просто отличные. Даже за один герой шанс 50%, что она будет ускорять себе ману, и каждый ход будет набраться себе просто хп из ниоткуда. То есть, эти герои очень живучи. Также у них еще есть пассивка, что любой дот-урон снижается на 50%. То есть, это отгорение, отравление, даже вот этот урон от скади, да, он также будет снижаться. В общем, эти герои по выживаемости, ну реально на первом месте. Единственный их минус, у них медленная мана, и их очень тяжело заряжать. Хоть и каждый ход она понемногу, да, увеличивается, но все равно медленный есть медленный. У этого героя отличная последовательность ульты. Она сначала убирает усиление, а потом наносит урон. То есть, у желтых героев не так много диспела. Есть птица, да, которая из Песчаной Империи. Потом дивана есть. Но если дивана, например, сначала наносит урон, а потом, да, снимает усиление, то по ней будет проходить урон. А здесь, например, против того же Абакана, да, во втором костюме. Она сначала все это снимает, а потом выписывает ему, короче, ну прописывает ему урон. Ну, это отлично. Герой хороший. У меня она даже в обычных режимах играет. Но, видите, здесь есть Людвиг в этом списке. Так что, ну, в принципе, если у вас есть Людвиг, ну, она, в принципе, 15 героев достойна. Следующий герой Кристобальт. Он из ивента магов. Там все герои отличные. Но если, скажем, составлять список тех героев, ну, Кристобальт, к сожалению, будет на последнем месте. У него не очень, скажем, первый заряд. 250 урона всего лишь одной цели и наносит 500 урона, если у цели осталось меньше 50% здоровья. То есть, первый заряд, хоть и за 6 камней, да, он очень быстро заряжается. Ну, это не очень. А вот Х2 заряд наносит 215 урона всем врагам, да, фиксированный. Наносит 430 урона, если у цели осталось больше 50% здоровья. Также, в общем, условия такие. 430 это много, ну, например, та же Милена, да, с этого ивента на Х2, на 410, или сколько там прописывают вообще всем без всяких условий. У этого героя, в принципе, отличная пассивка, что шансом 50% он может срезать атаку на 3 хода. А если он на Х2 будет ультовать, то шансом 100%. Герой, в принципе, неплохой, но, честно, могли сделать его как бы получше. Хотя, с такими же героями, с этого ивента, да, с башни магов, он может спокойно играть. Но так, стоит ли он 15, да, он как бы не самый старый герой и, в принципе, играбельный. Он 15 героев стоит. Следующий герой Сирша, она ровно с того же ивента, что и Кейтлин, и у нее также отличные пассивки. Наносит 315 урона по троим, неплохой урон, но у красных есть астерии. Он наносит 360. Также она троим врагам срезает минус 54 защиты, срез в 54%, это отличный. У меня она играет на Титане, ну и бывает я ее на оба беру режим. В принципе, неплохой герой с теми же героями с этого ивента, но она может спокойно играть. Этот герой также стоит 15 дублей и, в принципе, ее также можно сюда обменивать. Кобальт. Отличные герои, 290 наносят урона на Х1 заряде. Также 60% шанс, что может обойти контратаки и так далее. Но уже, как и раньше говорил про Кобальта, уже прямого урона, как бы, на данном этапе игры, скажем, недостаточно. Например, тот же Оникс, он и урон наносит, и запрет на усиление, и диспелл. То есть, очень много всего полезного делает. Но Кобальт, в принципе, отличный герой с этим талантом. Он может наносить очень много урона. Также из-за того, что у них заряд, да, ниндзи, он заряжается вообще за 5 камней. Но когда вы тройку пробрасываете, вот этих 6 камней, у него на Х1 заряжается он чуть больше. То есть, ему же, например, Waterpipe не сможет срезать ману. То есть, на Х1 он будет также ультовать. Когда очень быстрые герои уже не смогут ультовать. В принципе, неплохой герой с какими-нибудь бронерезами. Он, в принципе, нормально зайдет. Он также стоит 15 дублей. В общем, ребят, герои за 15, весь ряд достоин вот этих 15 дублей. Но Людвиг здесь, конечно, безоговорочный топ. Ну и давайте перейдем к героям за 20 дублей. Альфрика, про него, думаю, особо много нет смысла рассказывать. Топовый герой на очень быстрые войны и турниры. Также она в атаку будет отлично заходить на ОБ. 20 дублей она определенно стоит. Но если у вас выбор брать, как уже говорил, Людвига либо Альфрику. Ну, конечно, лучше брать Людвига. Но Альфрика, это, конечно, очень топовый герой на очень быстрые войны и турниры. Следующий герой это Фалина. Топовый желтый трипл-шотер с быстрой маной. Отлично зайдет в ударную тройку с каким-нибудь кроликом. Мы с Владычицей, Туманной и так далее. Также ее можно смело ставить в оборону до появления Эни. Фалина была топ-1 из желтых в обороне. Но Эни, конечно, ее чутка сместила. Определенно стоит 20 дублей. У меня их две на фуле, на разлиме постоянно играют. Но видите, чтобы этот герой в атаке максимально играл, ну, ей нужен какой-нибудь бронерез. У желтых вообще с бронерезами, так же, как и с диспеллом, не очень. Ну, кролик прям идеально заходит. Можно, как и говорил, уже с Владычицей Тумана. Но она такая, знаете, картонная. Ее быстро будут выносить. А так, Фалина отличный вариант. Топовый герой можно смело брать. Следующий герой Фрик. И здесь хотелось бы начать, стоит ли этот герой 20 дублей. Знаете, ребят, наверное, она больше не стоит 20 дублей. Но это нисколько не говорит, что это плохой герой. На нее, конечно, уже на бету костюм вышел. Скоро он на Вальхале уже появится. Этот герой когда-то был топ-1 в обороне. Потом пришла Квинель. Потом Квинель уже заместила на Даха. Ну и так далее. То есть, сами понимаете, уже сколько прошло время. И, соответственно, статы уже такие у нее, не как у новых героев. Но у меня она до сих пор играет. Я ее, бывает, в оборону ставлю. Также она в атаке играет с Квинелью. В общем, как и быстрый бронерез, она, мне кажется, будет очень долго еще актуальна. И ее можно смело отсюда обменивать. Но 20 дублей, не знаю. Мне кажется, больше она не стоит этих 20 дублей. Но герой до сих пор очень достойный. И следующий герой это Эмилио. Он с отличного ивента от Циркачи. У них очень крутая пассивка. Ровно такая же, как у Фолины. То есть, с шансом 50%, даже если есть один герой, они могут снимать все дебафы. Например, ультанула та же Альфрика. И каждый ход, ну, она может, Фолина просто это снять, ну, либо Эмилио. И так, вообще, любые дебафы. Или, там, не знаю, Хелл, ультанула запрет маны, ну, и так далее. Очень крутая пассивка. Эмилио отличный герой. Ну, чтобы он играл на максимум, ему в команду нужен Могильщик. Такой же очень быстрый герой, который будет поджигать. Можно его, конечно, использовать с Жаном, например. Ну, это уже будет не то. В общем, использовать его чисто, как, ну, чтобы он щиты ставил. Ну, это тоже такое, если, скажем, удовольствие. В общем, герой нормальный, но, чтобы он на максимум раскрылся, нужен еще один герой. Атаку, в принципе, обменивать можно. 20 дублей он определенно стоит. И следующий герой Финли в костюме. Отличный герой с быстрой маной. Наносит, в принципе, нормально урона. И на лайтовых условиях может еще по всем пройтись. И повесить достаточно большой срез брони в 56%. Отлично будет играть в атаке, например, с тем же Кроликом. Потом, да, с той же Вэллой можно его брать и так далее. В оборону его также можно поставить. Когда он был, ну, в обычной версии, бескостюмной, у него был класс Рейнджер. Да, и он мог вообще проходить все усиления, например, контратаки и так далее. Но здесь, в принципе, тоже неплохой у него класс. То есть, он может резаться с одним процентом ХП. Герой достойный, и он определенно стоит 20 дублей. И давайте подведем итог и определимся, кого же здесь брать. Ребят, на этот вопрос можно ответить так. В этом обмене есть Людвиг и есть все остальные. То есть, он здесь безоговорочный топ-1. Он вам как и забустит ваш аккаунт, так и принесет просто кучу эмоций. То есть, он взбодрит, как уже говорили, всех остальных ваших героев, которые у вас уже есть выловлены. Ну и так далее. И так же его и в обороны можно ставить, и в обычных режимах его, в принципе, можно задействовать. В общем, без дела этот герой у вас находиться не будет. Так что, если у вас его нету, то 100% лучше его обменивать. Вообще, что он здесь появился, это такое, знаете, не знаю, какие-то новогодние чудеса. Ну и то, что он вообще за 15 дублей здесь стоит. Ну, это новогодний дисконт, можно так сказать. Так что, он безоговорочный топ, и, конечно, его стоит обменивать в первую очередь. Если он у вас уже есть, то следующих героев стоит выбирать, исходя из вашего списка уже прокачанных героев. Например, если у вас есть могильщик, можно взять Эмилию, и в паре они будут отлично играть. Если нужно усилить оборону на ОБ, ну, просто берете Альфрику и так далее. В общем, нужно исходить из тех героев, которые у вас уже есть прокачаны. Если прям конкретный такой топ подвести, но стоит выбирать Людвиг, Альфрико, Фалино, Эмилио, либо Финли в костюме. Они 100% стоят вложенные в них дубли. Ну и давайте выберем какого-нибудь из этих героев. За 20 дублей у меня нету Эмилио и нету Финли в костюме. За 15 только нету Кристобаля, но он мне особо и не нужен. Для Эмилио у меня нету подходящих героев, например, того же могильщика. А Финли в костюме, ну, отлично мне зайдет. В общем, есть герои, с которыми он будет нормально играть. Ну и также Финли можно выловить в первом фестивале событий. Там главный герой это Пантера в костюме, она у меня уже есть. Есть, конечно, там еще и Энни, но так как у меня есть Фалино, я не вижу смысла загоняться за этой Энни. Ну а Эмилио во втором фестивале, там добавляют, в общем, барды герои. И туда будут добавлять очень много вот этих вот героев-бардов. И там будут очень крутые. В общем, там я буду чаще делать призывы, скорее всего. И шансов его выловить за призывы будет гораздо больше. Ну и Финли, знаете, такой некий символичный герой, скажем. Потому что кто давно играет, его вот обычную версию помнит, когда он вышел. Там какие на него только суммы не скручивали вот этих Крисов. Как его не пытались поймать. Ну, будет, в общем, неплохо, если у меня этот герой появится. Еще и с костюмом. Так что, думаю, выбор очевиден. И давайте его и обменяем. Добавляем регулярных пятерок. И нажимаем «Да». Бам. Отлично. В общем, ребят, такой вот был обмен. Пишите, каких героев вы выбрали. Интересно будет почитать. Если сомневаетесь, тоже пишите. И подберем какого-нибудь героя, который 100% забустит вам аккаунт. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.